Всех приветствую, с вами я Веган Христолюб. У нас с вами сегодня тема веганства. Очередной вопрос по теме веганства. Уже много у меня видео записано, в конце я сделаю анонс, как обычно. Да, но все-таки еще тема остается. Мне пишут вопросы, какие-то высказывания, мысли. Ну, я стараюсь отвечать. Я перед этим видео колебался немножко, как назвать видео, тем более вы знаете, у меня ролики всегда большие и объемные. Я стараюсь дать полноценный развернутый ответ по любому вопросу, по любой теме. И стоило ли сужать вопрос? В принципе, мне задали достаточно конкретный вопрос, на такой, на который я сейчас и буду отвечать. Но я думал его расширить, но потом все-таки решила оставить. И, наверное, я запишу еще одно видео. То есть, назвал я ролик, ну, на картинке, на значке, видите, там типа мультяшный немножко, да, там типа мужчина прыскает насекомых, мух, там, комаров. И назвал я его, ну, на значке коротко, убить или нет. А в названии ролика видите следующая фраза, что можно ли убивать, убивать или нет насекомых, причиняющих боль, реальную боль человеку, да. Все эти мухи, комары, слепни, нереально, эти муравьи нереально просто сильно кусаются. Казалось бы, что там муха вот такая. Мухи тоже очень сильно кусаются. Мы сегодня об этом во всем поговорим. Я думал, стоит ли расширять видео до такого вопроса, как стоит ли вообще убивать животное, причиняющие тебе боль. То есть, это, пожалуйста, уже крупные млекопитающие, там, собаки, ну, хищники так называемые. Да пусть даже не хищники. Вас в лесу, на вас может и кабан напасть. Он, в принципе, не хищный. Но на человека, защищаясь и обороняясь или сам от испуга, может реально напасть, да. Я решил вот перед, практически перед тем, как кликнул на запись, все-таки разделить и действительно отвечу. И я уж получше, лучше уж я соединю ролик, стоит ли защищаться или, там, скажем, вплоть до убийства животного, которое на тебя нападает, хочет тебя убить, может быть, да, покалечить. Уж лучше это все-таки как млекопитающие, где реально живые души, да. Я лучше совмещу ролик с, стоит ли убивать человека, который причиняет тебе боль. Конечно, вы знаете, я много отвечаю, дал уже давно ответы на то, как надо поступать с врагами, которые желают тебя распять. Вот. На одно дело враги, а другое дело бывают случайные в жизни ситуации. В общем, поговорим об этом в отдельном ролике. Может быть, совмещу, а может быть, тоже не буду. Может быть, просто три разных видео запишу. Ну, кто последовательно смотрит, тому будет все понятно. Ну, а кто же не последовательно, все равно что-то будет понятно. Но кто захочет, может смотреть моих видео бесконечное количество раз. Последовательно, непоследовательно. Поэтому сегодня остановимся на насекомых. Вот. Вы знаете, ну, иллюстраций много. Я говорю, мы с вами и такие увидим. Я немножечко кто-то подобрал. Вопрос я сейчас зачитаю. Ну, и начнем. Давайте отвечать тогда, да. Все поинтересоваться охотом. Только не хочется вопрос на вопрос получить, Дмитрий. Да и у кого сомнительные аватарки и страница закрытая? Дмитрий, знаю, не очень-то нравится тебе. Но я спорить или что-то в этом роде не собираюсь. Просто мне интересен один нюанс. Как считаешь ты? Ничего личного. Как поступать с паразитами? Например, тараканы, клопы, мыши, крысы. Можно ли их убивать? Ведь они тоже живые. Как вы скажете на этот момент? Только не спрашивайте у меня. Кто знает, я люблю говорить. А ты сам-то как думаешь сначала? Просто ваше мнение мне интересно. Скажите, вернее, напишите. Со стороны меня подвоха на ваш ответ не будет. Извините, если что не так. Мне хочется, я постараюсь кратко отдать просто некоторые мысли. Судя по вопросу человека, который мне написал это письмо, это в личке сообщение из лички из одноклассников. Человек все-таки меня смотрит, конечно, не знаю, насколько много, но мне очень много знакомых вещей. То есть человек знает, что я действительно могу ответить вопросом на вопрос. Я обычно спрашиваю, а ты сам как думаешь? То есть у меня все спрашивает, спрашивает. Ну, может, мне тоже интересно, как вы думаете. Я из этих ваших мыслей тоже, у меня какая-то картина мира рисуется. А то, вы знаете, я могу жить в своем мыльном пузыре. Да, вот действительно, ведь многие вещи, вопросы, на которые я поднимаю тему, они сложились из моего, из моей реальной жизни, из моего реального общения. Это даже порой не праздное, а действительно понимать, кто как мыслит. Потому что порой столько дури в голове человека. Или наоборот, действительно, бывает что-то умное. Кто знает, я как раз не брезгу черпать. У меня были хорошие учителя в жизни в том плане. И сам я всегда жил по принципу. Он говорил, бери от лучшего, от каждого лучшее. И от лучшего, уж тем более лучшее. Поэтому, если действительно у человека что-то есть, я всегда это брал. Поэтому я спрашиваю, не тоже праздную. Вы когда мне какой-то вопрос задаете, в идеале, чтобы вы сказали, слушай, я вот так вот, вот такой вот вопрос, я вот думаю так вот так вот. А ты как думаешь? Это, во-первых, честно, по отношению к тому, кто так думает. Во-вторых, это, в принципе, нормально. Даже, я говорю, ну не берите нашу схолостическую эту дурацкую систему образования, где детей вообще ничего не спрашивают. Детей не учат мыслить, ничего. Вот. Вы возьмите, почитайте какие-нибудь, действительно, как учили мудрецы своих учеников. Не в схолостических школах, в которых там двойки до пятерки ставили, а в которых просто приходили и учились у великих мудрецов. Да. Просто слушай их и набирай с истины. Как раз те вот были мудрецы, потому они мудрецами и были, потому что они своих учеников делали тоже мудрецов. А чтобы из них сделать мудрецов, надо их понудить мыслить. Да. И разрешить те мысли, а потом еще и понуждать, еще и все условия создавать. Вот. Прежде всего, как ты будешь? Это вопросами. Действительно, вот. Человек должен сам помыслить. Это очень важно. Вот. Даже это вам самим важно. Прежде чем у кого-то что-то спросить, вы сами подумайте, а как бы я ответил на этот вопрос? Это очень важно. Потому что порой мы уже зная ответ какой-то, мы становимся, так скажем, хотите ангажированы, хотите предвзяты, хотите... Нам уже ничего в голову не лезет. Вот у нас ответ чей-то засел в голову. Действительно, а как бы я ответил на этот вопрос? Это очень важно. Поэтому, в принципе, я не из-за того, что я там хочу подколоть, или мне неохота отвечать. Мне действительно интересно. Вот. Что у кого тоже в голове. И хорошего, то ли плохого. Все будет полезно. Я все использую, так скажем, в своей жизни. Как вот именно багаж знаний, так называемый, как Иисус сказал, книжник из Сокровищницы Сердца, опознавший истину, опознавший тайны небесного царства, Бога любви, свободы и вечной жизни, извлекет всегда все лучше. Это раз. Ну, по поводу, конечно, аватарок. Ну, я отношусь, когда нету там непонятные аватарки и непонятные никнеймы. Только тогда отрицательно, конечно, если начинают еще чему-то учить в ответ, да, троллить. Потому что Иисус правильно сказал. Ты кто есть-то? Да, ты, ну, сотворите и научите, и будь открытым, да. Где твоя жизнь-то самого на показ? Это очень важно. Прежде чем кого-то что-то учить, надо самому этого явить. Это очень важно. Поэтому, в принципе, ну, если, конечно, вы там по какой-то причине скрываетесь, у вас куча комплексов или еще каких-то причин, я не знаю, на то, чтобы не иметь открытую, публичную, простую страницу, отражающую вашу жизнь, все ваши радости и горести в интернете. Вот. Ну, если, я говорю, ко мне не со злом приходит, в принципе, мне, так скажем, до лампочки. Ну, относительно до лампочки, я говорю. Тем более, если люди претендуют на какую-то дружбу, там, на общение. Ну, нормальный человек не будет общаться. Если вы, это уже просто вас все говорит, вы закрыты. А я человек, распахнутая душа, да. Какой смысл начинать какое-то общение, продолжать и развивать его с человеком, который не хочет быть открытым. Это очень важно. И это, кстати, это очень, так скажем, какие хотите слова употреблять, я такие какие-то далекие слова специально употребляю, около такие, знаете, что порядочно, честно, красиво. Потому что, если вы к кому-то приходите, вы когда в дверь к кому-то стучитесь, вы же не мешок на голову надеваете, да. Как, знаете, в очках, с затемненными очками вот этими разговаривать, обычно человек говорит, слушай, ты хоть очки-то сними. Да, потому что очень важно видеть глаза человека. Вот такие вещи, вы знаете, это просто нормально. И я поэтому, на самом деле, кажется, это ваше дело, это, конечно, ваше дело. Ну, как вы хотите в небесное царство попасть? В небесное царство любви Иисуса Христа, там чистые, открытые души. Это очень важно. Если вы здесь насольцы в жизни закомпенсованы, настолько трусливы, я говорю, потому что проблемы, может быть, вы, может быть, труситесь, боитесь всех этих чипирований, там, ваши фотографии уже давно все поскопировали, не переживайте. Загоров какие-нибудь, еще чего-то там, да. Это тоже страхи. Где страх, там нет любви, а значит нет Бога, ибо Бог и есть любовь. Все это очень важно. И это я когда говорю даже, что это ваше дело, это ваше дело, то по той простой причине, что я не могу изменить ваше решение. Это ваше дело, куда отправляться? В ад, в рай, на какую ступеньку небесного царства? Ну, если хотите быть совершенными, да, изберите благо, изберите святость. И она невозможна без таких вещей. Вот, это очень важно. Ну, и что еще тут было? Ну, я даже имени, я, видите, еще мне человек написал, чтобы я только в личку ответил. И только текстом, или как там, желательно текстом, желательно в личку. Потому что я написал, что я отвечу видео. Ну, мне вот, мне, ну, вопрос нормальный, я эту тему еще так не говорил. Вот, и я написал, что я запишу видео, отвечу. Человек тоже опять стал переживать, ой, не надо. Слушайте, вы как видите, я не показываю даже, иногда я показываю, тем более с человек открытой, и аватарку, и имя. Здесь ничего нет, кроме текста на экране. Я мог бы сам придумать это. Я просто говорю, что это живой человек, мне написал в Одноклассниках. Ну, я думаю, что живой. Да, вот. На бота не похож, да, поэтому, ну, говорю, вы сами на себя это натягиваете вот таким вот поведением. Поэтому откройтесь, все будет хорошо. Надо эти страхи, комплексы в себе тоже побаровать. Это тоже, как хотите, грех назовите. Это тоже нехорошо. Это, это нехорошо. Как вы будете проповедовать? А ведь проповедь – величайшая степень святости. Когда ты проповедуешь, творишь добро тем самым, людей, из людей делаешь, граждан небесного царства. Как ты будешь это делать? В маленькой компании, только чуть побольше. Вот, это все важно. Это важно. Вот так вот. Поэтому, ну, я, наконец, она или он, я даже не знаю, где-то можно по каким-то этим понять, что мужчина или женщина. Не суть важно, что подвоха. Ну, нет подвоха, хорошо. Бывает и пишут, что нет, потом подвохует. Не суть важно. Вопрос нормальный, я на него, естественно, вот отвечаю. Немножко отвлекся, но, как вот я вам говорю, все проповеди у проповедника, у любого, да у любого блогера, у любого человека в жизни. Он живой. Видите, мне хочется это сказать. Потому что, кажется, можно было в отдельную вынести, да. Все любят такие коротенькие. А у меня на 10 минут ведь только предисловие всегда, да. Люди за 10 минут ролики пишут, а я не так. Вот. Пусть я тканет в лето, да. Зато кто-нибудь такой ролик посмотрит, про меня кое-что узнает тоже. Да. Ведь она из каких-то роликов, или он, я вот, не знаю, узнал, что я вот такой-то или такой-то на аватарке так реагирую. Знаешь, я где-то это показывал, не в каком-то одном ролике, а многих. У меня уже было видео, тогда я записал на тему, тоже задавали вопрос по поводу вредителей. Вредители, ну так тоже в кавычках я взял, как бы, то есть, хотя они действительно вредители, да. Но когда они вредят кому угодно, только не мне. Я хотя не помню, честно, я вот затрагивал тему, когда мне. Ну, конечно, я там что-то мог говорить. Ну, вот видите, сегодня пишу еще отдельное видео. Вот. Ну, там речь пошла, вы видите, на аватарке там такая. Фрукт такой, в который червячок поедает, да. Вот. И я тогда это записал. И так как я их дубли писал, так скажем, параллельно с какие-то есть места в Новом Завете, я записал, что я не веган, ну, и серию так назвал не веган, ибо кто-то из Нового Завета делал, говорил, поступал как-то так. Вот. Ибо Иисус дал власть над вредителем, наступать на змей, скорпионов. Ну, я тогда вдогонку все это, чтобы охватить, записал. Кому интересны эти ролики, вы найдете на моем канале. Я в конце дам отсылку, где их найти. Уже поддельности я не даю. Все это не в моих силах. Я вам буду давать ссылку на плейлисты. Вы сможете все их найти, кому интересно, изучить последовательно эти вопросы. Ну, а вот сегодня поговорим именно о насекомых. Ну, во-первых, что такое насекомые? Это тоже, знаете, вот это, вы помните, конечно, все эти грани. Во-первых, по поводу, знаете, если мы вчитаемся в первую главу книги «Бытия» про сотворение мира, ну, знаете, по поводу душ живых. Да, мы читаем, как бы мы понимаем, что вроде бы вода произведет, птицы, рыб, морских земля произведет, все-все-все-все-все там присмыкающихся. Но мы с вами уже рассуждали, даже есть, помните, еще видео, где не веган, потому что вот эта серия, помните, я записывал. И там про этот, про мухоловку, цветок мухоловка мы там рассуждали, да, потому что трупожоры приводят, убийца трупожора приводят аргумент, что вот, растения тоже живые, чуть ли там, да, мух поедают и так далее, да. Вот. Ну, там был четкий ответ и понятно, на самом деле, это цветок мухоловка, растение мухоловка ничего она не чувствует, ему и кирпич кладешь, у него зажимается, это так называемая цветочная пасть, да, то есть он на самом деле не понимает, кого он что там ест, это просто природные рефлексы, вот и все. И по поводу даже душ живых, да, мы с вами, вот я, знаете, давайте, я не знаю, с чего начать, у меня нет никакой сегодня такого сценария, надо его продумать, в голове у меня есть просто накинутые мысли, я вам все выпалю, вот, кто рьяный, прям веган, тоже не спешите меня судить, я сегодня тоже буду говорить, вы можете потом поделиться своим опытом в комментариях, можете мне в личку написать, позвонить, мы можем вообще это публично обсудить, вот, я сейчас с разных тем попытаюсь все свои мысли сказать, а там уж в этой получившейся картине, уж как она вас порадует или нет, ну уж как есть, да, естественно, говорить буду все от опыта личной жизни, как сам живу, вот, ну, первое, вы знаете, давайте начнем с того, давайте начнем сотворение мира, да, вот, ну, как я и начал, тут два вопроса сразу поднимем, во-первых, большой вопрос по поводу живых душ, да, то есть живая душа, очевидно, у нас, у людей, вот, без всяких ученых, я понимаю, что куча статей, я видел, мне как самого сбрасывали, что у комара там это тоже чудо творение божье, у него два сердца там, по-моему, что-то уникальный организм какой-то, это все хорошо, конечно, да, ну, уберем сейчас ученых, да, когда Адам с Евой были созданы, никаких ученых не было, и все, человек мог познать, познание добра и зла человеку было дано от начала, без всяких ученых, без всяких микроскопов, телескопов и всей прочего Будды, да, и без великих мудрецов, какие, какие средства познания истины у человека есть? Два глаза, два уха, две ноздри, один рот и кожа, обтягивающие мышцы, которые обтягивают скелет, да, вот через эти пять чувств, так называемых, человеческих органов чувств, мы испытываем либо что? Либо боль и страдаем, либо наслаждение, и мы радуемся, вот и все, все, что такое добро и зло, мы знаем, нам хорошо, добро, мне больно, плохо, соответственно, если я другому делаю то же самое, а узнать, что другому плохо или хорошо, я могу узнать вот на себе, потому что всем одинаково, вот и все, я-то знаю, мне от этого больно или нет, вот и все, и закон жизни простой, никому никогда ничего не делай, чего бы не хотел себе, вот, а ты бы не хотел себе боли, страданий через боль, хотел бы радость через наслаждение, и наоборот, делай другому, сколько можешь того, чего хотел бы себе, доставляй радость через удовольствие, вот и все. Так вот, все вот эти вот, там, комары, мухи, тараканы, что-то мелкое такое, но опять же, уже мыши, крысы, уже более крупные, да, вот эти, позвоночные их называют, но с ними как-то еще понятно, вот я говорю, у них глаза есть какие-то, даже люди себе крыс этих домашних заводят, да, и говорят, что очень милые, очень, там, и преданные, и умные, и тоже и дрессируются, и все, но я против дрессировки в том плане, вы понимаете, да, ну, все равно, животные действительно тянутся к человеку, и они могут, видите, и там, дрессировка тоже такое понятие растяжимое, это просто привычки могут быть, как и у человека вырабатываются, и человек может с животным, как и мы друг с другом, в домашнем быту, тоже друг у друга вырабатываем привычки, что куда ложить, как поступать, где нагинаться, если там косяк низкий, то действительно такое есть, я вот это подразумевал, так скажем, добрую дрессировку в этом плане, что мы просто у нас рефлексы вырабатываются определенные, вот, и действительно, тут, видите, тут тоже нельзя все в одну кучу смешать, все-таки муха и мышь, это разные вещи, хоть ты тресни, если с мышкой, которая пищит, кричит, да, у которой кровь есть, у которой нервная система действительно есть, и которая действительно скулит так, когда попадает там в мышеловку, и, или в это, в какой-нибудь капкан там, да, каких только нет, вот этих наклеек там ловит и так далее, что действительно у тебя сердце все равно обливается кровью, да, и возьмите муху, которую, или комара, да, которую, как говорится, придавил и нет его, да, вот, и к чему сейчас все это веду-то, и большой вопрос, у комара-то есть все-таки душа живая, конечно, это насекомое, конечно, это не растение, казалось бы, но животным даже в полном смысле слова, в котором мы называем, подразумеваю, что действительно, вот человек, животное называет, вот он чувствует вот эту живую душу, это вот та у кого есть глаза, уши, вот прям возьмите мышку, действительно похоже, как говорится, на человека, да, я уж молчу про всех этих млекопитающих, да, да мышь, может, и млекопитающий, честно, я даже не знаю, как мышата там появляется, ведь я не все в жизни знаю, да нет, по-моему, они сразу кормятся какой-то крупной пищей, а может и нет, наверное, тоже мышь, я не знаю, как мышь разводится, никогда не интересовался, ведь этим вопросом сейчас даже перед вами в ступор встал, ну, потому что я действительно не знаю, все в жизни знать невозможно, и вот и мне достаточно просто глаз, действительно, убивать мышей для меня, допустим, неприемлемо, вот, и поэтому, видите, тут тоже все, и вы знаете, сейчас разбирать может до бесконечности, мы можем что-то в этом ролике опять упустить, я лишь накидаю приблизительно, да, вот, а так действительно везде разные, про змей тот же вопрос, помните, вот, и так далее, да, даже глаза, вы знаете, ведь это разные, вы скажете, ну, у этих есть глаза, у этих есть глаза, вот, это к тем же самым рыбам, рыба скажет, о, ну, рыба-то не говорит, ну, что-то отдаем, можно мочить, вот, да нет, нельзя, вот, во-первых, и вы сейчас поймете, к чему я все это говорю, по поводу глаз, я говорю, те же самые, все равно, вы знаете, глаза действительно, вот, такие какие-то мышки одни, а у змеи, не знаю, они какие-то неживые, да, стеклянные, конечно, она ими что-то видит, это понятно, они же не просто такие даны, но все-таки, вот, ну, к чему я веду, это раз, это тоже для каждого большой вопрос, потому что, действительно, я уж об этом говорил, есть вообще переходящие формы, мы все знаем их, да, что там даже современный научный мир, и не знает, кому что отнести, то ли к животным, то ли растениям, вот, все это очень, я говорю, тут до бесконечно, может, пересядки их гусениц, там, я не знаю, сейчас, надо просто голову включать, все это придумывать, вы все это знаете, это все нас окружает, тем более в разных точках нашего земного шара, да, здесь все разное, разная тема насекомых, и так далее, пауки, там, я не знаю, еще так далее, вот, смотрите, речь идет о чем, вот сейчас я просто скажу одну вещь, прежде всего, чтобы сразу никто не соблазнялся, в раю была дана заповедь не творить зла, и животные не творили зла человеку, природа не была, так скажем, проклята, точнее, человек был проклят, ну, через проклятие земли, и того же, вот, а после потопа еще и животных, когда он на животном стал, все это резать, убивать, да, вот, а она и после-то, да, все это было, вот, и животные уже стали вредить человеку, это важно, поэтому, вы знаете, очень важно понять, что веганам быть, так скажем, стопроцентным, вернуться в райское состояние, и состояние небесного, и попасть в небесное царство, очень легко, первое, как вернуться в рай, это самому, никому не делать вреда, тому, кто тебе не делает вред, то есть, представь, если ты в этой жизни перестанешь, станешь веганом, перестанешь кому-то, хоть как-то вредит, кто тебе ничего, естественно, не делает, я говорю, мы убрали, представим себя в райском состоянии, а мне никто не может вредить, да, все, то есть, я первый никому не делаю зла, все, вы вернулись в рай, и, по сути, вы попали в небесное царство Иисуса Христа, в этом плане, да, потому что вы уже табу, вы за ноль туда, вы в ноль вернулись, вы, если раньше это делали, зло любое, сейчас вы не делаете, это касается, кстати, тех же самых насекомых, и вот я дальше буду все сопровождать примером, естественно, и собственной жизни, меня же лично спрашивают, и хотят моего личного ответа, вот смотрите, я даже, у меня мышей полно в доме, так скажем, да, где бы я ни жил, я, естественно, их не убиваю никакими механическими мышеловками, ни клеями там всякими, более того, ну, ролик, значок не буду показывать на канале Христолюб Веган Лайф, у меня такой есть, кто знает, найдете там, ну, или напишите, как всегда, в комментарии, я дам ссылку прямую на тот видео, я даже записал, я на Зоне покупал две мышеловки, этичные мышеловки, одну за 100 рублей, такую, такую простую, такую, там, один принц, по-другую, даже купил подороже, за 1000 рублей, до сих пор не жалею, записал это видео, и для вас, для всех, для своих зрителей, подписчиков, друзей, родных и близких, и даже на Зоне дал ссылку, то, что там написал отзыв, дал ссылку, там, кстати, поэтому просмотров побольше, видимо, я думаю, что смотрит, да, и назвал, может быть, на Ютубе, в поиске там, не знаю, 500 или 1000 просмотров, ну, для того, у моего канала, это, как бы, значит, где-то с постороннего источника идет трафик, вот, и я, как бы, поделился, да, что реально рабочие, вот, этот мышиный домик, вообще шикарный, просто маленькая, тоже за 100 рублей, действительно, она такая немножко опасная, я ее чуть-чуть модернизировал, там все-таки мышь, если ты ее оставишь на полдня, тем более на день, она помирает, так скажем, она, видимо, задыхается, она там какать начинает, и сама же в этой своих какашках задыхается, у меня вот так несколько умерло, и они специальные, то есть я ставил, причем ставил в местах, которые на глаза не попадаются, и вот так вот забывал проверять, да, а там не слышно, но она же этичная, она зашла туда, и все, вот, но ей деться некуда, я там все ее продырявил, чтобы там воздух был, но все равно, даже после крупных, я так прям ее изрешетил, можно сказать, в сито сделал, все равно, все равно, ну, она, может, откачалась, я ее выпустил, но она так еле-еле, а мышиный домик, который я показывал, вот эта коробочка из нержавейки, такая шикарная, так они там могут по несколько дней жить, тем более, если ты туда еды насыпал, те же самые, вот этих, что там семечка, арахис, что я там ем свое, все даю туда, бросаю там печенюшку какую-нибудь, вот, и была бы еда, то есть они в этом мышином домике проживут, и он большой, по несколько штук, вот так вот я хожу, их просто выпускаю, в день бывает по три штуки, по пять даже залазят, они, видимо, заведутся, ну, я так выводил, уже, вот я осенью показывал, тогда, все купил, я просто сначала недалеко выносил, они, по-моему, опять в дом бежали, когда я стал подальше относить, все, всю зиму я без мешей был, осенью потаскал, сейчас вот что-то летом тут опять полезли, ну, все, вытаскиваю, вот сейчас опять как-то нет, ну, весну, осень, может, опять будет период, ну, так я к зиме тогда всех и перетаскал, все, то есть, я не вешаю, вот возьмем, возьмите мух, я не вешаю все эти ленты какие-то липкие, я не, не пользуюсь этими фумитоксами, какими-то там вот этих комаров, чтобы убивать, опять же, кто-то скажет, да у тебя их там уж нет, я живу сейчас в селе, достаточно все равно близости к речке, к лесу, так, у меня всего навалом, у меня навалом и комаров, ну, правда, опять же, в доме бывает поменьше почему-то, ну, везде, как у всех сейчас эти сетки, в принципе, есть, хотя дверь-то открытая, ну, так, иногда прикрываешь, ну, как-то в доме немного бывает, вот, мух этих тоже, то навалом бывает, то поменьше, не знаю, ну, так-то все у меня есть, слепни этих навалом, кого только нет, ну, пауки там какие-то, то есть, понятно, у меня полно живности, так скажем, в доме, да, кто знает, там, полно и змей у меня тут и на участке, и все, ну, как полно, ну, хотя, я говорю, их не встречаешь, и то не прямо на моем участке, как говорится, на бугре, так далее, то есть, сам я специально не убиваю, прям, никакими средствами, не пытаюсь от них там избавиться, кто скажет, да у тебя просто масло опять бывает, там, когда-то я живу, сейчас я все эти вопросы тоже постараюсь сказать, более того, вот, я вам говорю, смотрите, первое, я говорю, ты, во-первых, не делаешь вреда тому, кто не делает вреда тебе, все, ты уже попал в рай, это очень важное понимание, то есть, веган особенно, человек стал веганом, тот, кто, я не отношусь сегодня, я говорю, к этому вопросу, кто мне написали в Одноклассниках, как-то подзревка, нет, я верю, что человек искренне интересуется этим вопросом, ну, и все, кто веган особенно, трупажорам далеко, они только, конечно, эти вопросы дают только для того, чтобы вот сказать, а вот вы это делаете, мы сегодня, сейчас я еще об этом скажу, да, то есть, что тогда быть веганом, все равно комаров убивайте, нет, во-первых, мы их не убиваем специально, и вы знаете, вот опять, почему, говорю, что человек меняется, почему вы достойны небесного царства, потому что здесь мир лежит во зле, нам все вредит, нам природа, так скажем, вредит, да, у нас потопы, землетрясения, ураганы, да, и прочие вещи, нам животные вредят, вот все, от там, маленького, от этих личинок, от микробов, болезней и так далее, да, которых мы даже не видим, вот, вплоть до крупных млекопитающих, нам люди вредят, нам бесы вредят, так называемые, падшие ангелы когда-то, да, вот, это очень важно понимать, поэтому, первый, ты рассматриваешь себя, человек, который приходит в состояние, ахимсы, так называемый, по буддизму, йоги, да, не творение зла, не причинение козла, насилия, он уже вернулся в рай, и я, вы знаете, вот, комары даже в доме, там, но залетают, на улице-то их как бы побольше, понятно, ну, в дом как-то, вот, там, свет я не включаю, конечно, когда там темно, и тем более нараспашку, но, видимо, днем не залетают, и ночью как-то меня не особо мучают, вот, но даже если я вижу, где-то там в ванне, тем более их немного, знаете, раньше бы я там, хоп, его прижал, и придавил, сейчас я такого не делаю, комары легко ловятся, ну, по крайней мере, я не знаю, как вы, я вот так легко комара ловлю, такой, ну, я его не зажимаю, я спокойно, я вот прям вижу, я их спокойно, там, окно открыл, хоп, выпустил, вот реально, я спокойно так делаю, меня не напрягает, я реально отношусь к нему, в принципе, с любовью, если хотите, я с ним даже разговариваю, не кусучие, а вот какие-то такие, кто знает, есть у нас такие, вот какие-то, я не знаю, может это не комары, как их там называют правильно, они как комары, только здоровенные, такие, какие-то же насекомые, вот, а я имею в виду, маленькие даже комары, я понимаю, что может он меня укусить захочет, попозже, кровью мою попить, или когда я там спать буду, но я где-то сижу там в ванне, или зашел в ванну, или не важно, даже в этом помещении, в комнате где-то, если я его лишний раз могу, вот так поймать, я поймаю и выпущу, понимаете, это очень важно, это вот отношение, вы знаете, вот имя, я же такой не был до покаяния, до раскрытия в себе этой любви, это очень важно, но мухи, возьмите же сам, слушайте, если они меня не трогают, я их тоже не трогаю, но вот я сюда в первый год приехал, кто знает, где я сейчас живу, я этого не скрываю, да, всем известно, вот, я вот в августе заехал, и реально мухи достали, причем они именно грызли меня, я редко мухи, вот именно тебя прям грызут, и даже я забыл, что они так больно кусаются, реально, комаров вообще не было, мне рассказывали, что это комаров вообще, там, раями, вот, а я тогда приехал, ну, понятно, я не застал там весны, всего лета, я уже в середине августа заезжал сюда, переезжал, это Коршево, да, и мухи просто достали, дома еще тоже не так, а вот перед домом, там сидишь, все-таки еще август был, вот, и кушаешь, просто сидишь, отдыхаешь, перед, когда там трудишься, ну, просто невозможно, почему они так больно кусали, я просто офигевал, я не знаю, они там пьют кровь, или комары хотя бы понятно, они пьют что ли кровь, или они кусают, что они там делают, я не стал разбираться, мне иногда, не все вопросы в жизни меня интересуют, не побежал там гуглить, ну, реально больно кусает, вот, и я, там и тряпку берешь, и действительно, их пока, и они не отстают, вот, ты сидишь, и она будет летать, кусать, ты ее смахишь, почему она тебя кусает, и это же она же прилетает, вот, это жуть, конечно, и, конечно, я могу и треснуть, я вам честно признаюсь, слепни те же самые, ну, тут их навалом, конечно, и когда трудишься, когда на природе, все это, огород, сад, ну, что, они просто одолевают, и грызут они так, не по-детски, что там караул завяжешь, и более того, возьмите теми же слепнями, слушайте, их никак не прогнать, но слепни не комары, мух вообще не знаю, с ними очень тяжело, их не поймать ничего, они очень быстрые, их невозможно даже пришлепнуть, только вот какой-нибудь тряпкой отмахиваться, или вот так вот там, вот, но они после тряпки, кстати, тоже вот, вот этих вот мух, слепней, я не знаю, что с ними происходит, вот слепни, их же убить очень тяжело, они жирные, крепкие, да, ну, их достаточно пришлепываешь, вот так, и все, и он сразу щемится от тебя, то есть, он почувствовал, ага, здесь кердык может быть, и прям летит, сломя голову, и их действительно тяжело, даже вот их сильно-то бьешь, кто знает такие особенно жирные, его еще попробуй убей, да, вот, а если ты действительно вот пытаешься, или вот просто его вот так, знаете, он летает, летает, ты по нему, они хоть вот слепни, не как мухи, у них не такая быстрая, они не такие быстрые, я реально по ним попадаю, то есть, еще в полете ты его можешь отмахиваться, попадать по мухе, попробуй так попади, муха, у нее нереально там какая-то, это эхо-локация, по ней нереально практически попасть, вот, а по слепню реально, ты по нему попадаешь, вот он чувствует, получил, все, он сматывается сразу, по-другому никак, ну и реально их убиваешь, когда он в тебя вцепляется, причем, когда ты этого не видишь, это реально, это даже не инстинкты, это просто рефлексы, мы где боль, мы за сковородку горячую взялись, мы отдергиваемся, тебя укусили, ты вот так вот, не знаю, если у вас по-другому, напишите мне, если вы другие, если вы из другой плоти и крови, у меня вот так вот, где бы тебя не укусили, туда рука летит, к этой боли, тут же, моментально, и видимо, ты его пришлепываешь, ты даже не понимаешь, что это, тебе даже подумать, нет, тебе просто больно, ты ай, это то, что ты считаешь, когда ты электрического провода можешь случайно докоснуться, или ты царапаешься обо что-то, железку, проволоку, колючки, обжигаешься об крапиву, ты дергаешься, и туда автоматически рука тянется, вот, это все происходит естественно, туда, куда попало тебе, ты туда, у тебя все туда, все мысли направляются, и все силы, все руки, все ноги, так скажем, да, вот, поэтому пришлепываю, если б не иногда, видимо, насмерть, да, потому что это очень резко происходит, очень быстро, вот, это, я не знаю, это рефлекс, истреблять в себе, убрать в себе это рефлекс, ну, я не знаю, возможно ли, если ты уберешь, а как ты тогда будешь одергиваться от крапивы, от каких-то вещей, от острых, и так далее, это же сохраняет нашу, так скажем, жизнь, это инстинкт, ну, тут не инстинкт, а рефлексы самосохранения, просто естественно, от сильно горячего, от сильно холодного, от острого, от колючего, и вот это все, от больного, все, что нам причиняет боль, нервная система, у нас сразу срабатывает рефлекс, именно рефлекс, это даже не инстинкт, инстинкт, это как быть, что-то между умом и автоматом, да, не знаю, какое правильное определение дать, но вы понимаете, и сами без меня, это вообще рефлекс, чисто вот, есть места, где бьешь, нога там вылетает, сгибается, да, вот это то же самое, вот, вы спросите, обличает меня Господь, или мучает совесть, как говорит, я вам скажу, что нет, я иногда гневую, бывает, прям вот гнев, ну ты прям, вот, ну я себя тут же останавливаю, дышу я на него там, сам себя раздражаю, ну да, у них такая работа, так скажем, вот, вот в этом я себя стараюсь, естественно, потому что прям, ну вот, закипает, еще замучает, ну а кто знает, когда там тебя вообще облепит, такое тоже бывает, это вообще хоть караул кричи, но я, как вот вам сказал уже, да, то есть, первое, ты не причиняешь вреда, сам, никому, ты понимаешь, что был бы ты в раю, тебя бы никто не трогал, ты сам, не возьмешь больше никогда, в чем было первое грех падение, Адама с Евой, в чем, в убийстве животного, за этого они были одеты, в кожаные одежды, за это вкусили смерть, потому что сами убили живое существо, которое их не трогало, причем себе подобное, млекопитающее, вот, то есть, ты, конечно, дорос до этого, и сам ты никому вреда не причиняешь, я вам говорю, по таким моментам, я сам себя ловлю на мысль, что у меня на комаров нет ничего, я с радостью их выпускаю, и муха попадается в паутину к пауку, по идее, пауку, наверное, жрать надо, да я ее все равно достаю и выпускаю, она может меня грызть будет, но из паути, я слышу, как она вот там, но вот она жужжит там, и я ее достаю и выпускаю, вот и все, поэтому сознательно, со злостью специально, я убиваю там этого слепня, нет, конечно, но негодяй жрет меня, я защищаю, все, у меня вариантов нет, ну, только отдаться им, да, и все, и что, если кто-то из вас способен на такое, так поступает, может, вы где-то там живете, где их просто нет, вам сейчас легко рассуждать, но когда в тебя впивается, ну, и тяжело сдержаться, мягко скажем, и там он не один их там, десятками, вот, так что вот такие вот вопросы, те же самые мыши, причиняют вред человеку? Нет, я их, я вот скажите, что я убил одну, ну, вот через случайно, потому что ну тоже, ну, такова жизнь, да, пока всему научишься, ну, откуда я знал, мышелов, кстати, даже вот эта этичная, которая маленькая, я думал, что там все нормально будет, а они оказывается, там все равно от собственных испражнений задыхаются, надо следить за ней, прям пристально, поэтому у меня она сейчас всегда на виду, другая вот, которая может быть где-то и подальше, или они там могут, не один день, они там как жить могут, не зря назван мышиный коттедж, там как-то, или так, мышиный домик, ну, вот, вот такие вот дела, поэтому тут, конечно, как я вам скажу, как я вам уже сказал, попадешь ты в рай, в небесное царство, конечно, если ты сам выбрал путь, вы поймите, это знаете, вот вы помните, когда я читал много об этом, не веган, потому что, по Эду Винтерса, вот эту, по его 30-ти оправданиям, мне вот это я на уст все намотал, мне очень понравилась эта фраза, действительно, хоть ты тресни, это к людям, это к любому злу применимо, действительно, да, мы обязаны быть совершенными, те, кто хочет быть в совершенном мире, мы в каком мире хотим быть, в таком и будем, тут же я вам скажу, слушайте, если комары, как бы, действительно должны быть в небесное царство, если они будут грызть там, то и хорошо их там не будет, да, но там будут свинюшки, поросятки, всех, кого я не трогаю, ну не будет там комаров, ничего я переживу, но не будет там слепней, меня грызущих и других, коровы бедные, взрывают там вот такие вот на них слепняки, кто знает там, им хвост не помогает, они там в них так впиваются, вот, ну это мне бабульки давно рассказывали, я просто знаю, что им там они потом всяким всем замазывают, там на них вот такие вот шрамы остаются, там они действительно там так слепень впивается, вот, так что в этом плане, но опять же мы же понимаем, что в царстве небесное, если будет муха, она уже не будет вредить, то есть ты поэтому, так скажем, не муху ненавидишь, а эту боль, ты хочешь избавиться просто от боли, это нормальная реакция, я говорю, слушайте, Иисуса и вообще любого человека, вот Иисуса избивали, вы думаете, он как там извивался, еще как извивался, да, пристегнутый к столбу, а если бы у него руки были развязаны, он бы защищался вот так бы, хватал бы за руку своего палача, так скажем, который его избивал, конечно, это просто, это просто рефлексы, когда тебя бьют, ты зажимаешься, отталкиваешься, когда тебя избивают там где-нибудь, какие-нибудь разбойники на дороге, да, это просто естественно, это рефлексы, защиты, я не знаю, есть люди, которые способны сесть, отключить все болевые рефлексы, и тебе могут, что, иглы в ногти загонять, или я не знаю, что есть такие люди способны, ты не будешь ни дергаться, ни отталкиваться, ни бежать, ни по рукам бить этому человеку, чтобы он к тебе не подходил с этим, да, кто способен потерпеть мучительную боль, тем более бесконечно, пример Иисуса, когда тебя уже просто сковали, приковали, ты знаешь, что скоро тебе все равно все это закончится, да, можно один раз претерпеть, но когда это без конца и края, да, кто это способен терпеть эту боль, вот так вот, поэтому тут важно внутреннее, вот как я вам сказал, меня обличает? Нет, я говорю, у меня большой вопрос, насколько вот эти все там, мухи, тараканы там, да, имеет живые души, это раз, вот, без причины, без вреда мне, когда они не трогают, когда есть хоть какие-то возможности этичные, избавиться от этого, сейчас хоть я сам, смотрите, говорю такие вещи, вы там уже живете, слушайте, кто сейчас в городах живет, я в квартирах-то, кто знает, меня то в квартире жил, то опять в частном доме, да сейчас, я сам-то из Воронежа, из города Миллионника, все асфальтом закатали, там ни мух, ни комаров уж бывает в доме-то и нету, ни тараканов там, ни мышей никаких, да, там легко рассуждать, и с одной стороны, я всем говорю, слушайте, вот по поводу всего этого, мышей там, те же самых, но я сам живу, я сам, ведь это все по ситуации в жизни, да, если бы я сначала там строил свой дом, я бы максимально как-то попытался построить, я терпеть не могу гипсокартон, они там за этим гипсокартоном заводятся, да, но мне достался этот дом, я не могу его весь взять и исправить, для этого нужны деньги, время и силы, да, чего у меня, тех же самых денег нету, да, вот, поэтому, да и не важно, какой ты дом хороший не построил, но ты все равно, у тебя будет крыша, они все равно там будут на крыше, да, и в принципе, при желании, может где-нибудь и завестись, хоть ты там стены построишь, такие монолитные, там, никаких, не будешь там ни гипсокартоном обшивать, ничего, чтобы они не заводятся, но они будут под наружку, у тебя все равно чем-то будет обшито, вот, если наружку там блок твой прогрызут, все равно мог в дом завестись, ну, понятно, дом будет более-менее аккуратный, всяких, поменьше всяких каких-нибудь шкафов, и там, закрытых мест, где бы можно было завестись, их там не будет, вот, но это все не уходишь, это все, знаете, такие вещи, просто, вы знаете, я же сам говорил, что там, как вот там, начинают эти вопросы, а что там на севере людям есть, ну, когда вот там веганство, я говорю, а что туда поперлись, здесь то же самое, конечно, можно сказать, что ты найди там, что ты живешь-то там, ну, ежать, где нельзя убивать, где их нет, слушайте, ну, есть вещи объективные, да, вот я говорю, которые действительно можно изменить в своей жизни, но хоть ты тресни, мухи везде есть, да, поменяешь, село на город, что ли, поменять, ну, будешь ты без мух, можешь там жить, потому что там все в асфальте заказали, ни одного цветочка, растения или деревья нет, все у нас давно подвырезали, под корень, вот, а как-то питаться будешь, то же самое, веган на земле, как раз, может себе позволить, здоровое растительное питание, да, ни от кого не зависи, вот, поэтому это, как раз, самое естественное житие, вот, вот, а в городе чем ты будешь питаться-то? Это очень важны, такие моменты, вот, так что, я говорю, в принципе, все это, знаете, это не массово, возьмите зиму, холода, вот, в моей области, холода наступает, полгода эти вопросы вообще уходят, с одной стороны, вот, именно, тех же самых насекомых, так что, ну, вот так вот, что я вам еще не сказал-то, что еще, да, вроде так все поговорил, сколько времени так наговорил вам на 40 минут, такие вот мысли, поэтому я говорю, если у вас какой-то опыт другой, если вы, конечно, меня осуждаете, потому что я сам топлю за 100% веганство, я принимаю действительно в этом плане любую критику, слушайте, я всем говорил, по поводу этих там монахов, знаете, которые есть, да, якобы тоже течения, в том же самом буддизме, которые там идут перед собой, подметают, ну, я говорю, слушайте, вот он может подметать, ты подметает, а комара может того же самого убивать, я к чему говорю-то, может быть, это и не так, конечно, может быть, они там терпят, я не знаю, где-нибудь там живут, какие у них там насекомые, я к тому, что он подметает для чего, чтобы сознательно, то есть он верит, что он действительно может смести, но опять же, вы сами понимаете, там есть жучки, которые не сметешь, он может только что головку показать, или еще что-то, это все вот настолько, но действительно, я почему говорю, такие монахи, такое течение, меня вызывает только уважение, я как бы, может сказать, хотел бы даже быть таким, но тут у каждого своя вера, я говорю, пожалуйста, что он верит, что он смел все на свете, нет, я могу сказать, что верю в ихней этой вере, есть как бы одна неправильная вещь, есть сознательная, причинение боли, я уж молчу про извращенное состояние человеку, что он еще от этого, может уже и удовольствие стал испытывать, причиняя кому-то боль, есть неосознанное, все это изменится, вы знаете, когда Павел написал, что вся тварь, там на синодальном так перевели, что все творение, стена это мучается до ныне, да, там можно и животных, может быть, там не совсем понятно, даже по контексту, о чем он говорит, вы знаете, там под всем творением, можно сказать, все те же самые веганы, или христиане, да, страдают и мучаются, пока все вот это, мы живем в аду, я это всегда, кто особенно близкий знает, я все время повторяю эту фразу, с кем я близко общаюсь, мы живем в аду, и нормальный, тот, кто познал истину, стал совершенным, святым, а свят, значит, добр, для него это ад, вот именно, потому что здесь даже не можешь жить, так скажем, внутри святый, и чистый, светил, и желаешь вот этого всего мира, и в себе ты его как бы создал, но ты живешь в аду, ты страдаешь от этого, тебе причиняет эту боль, да, у тебя эти рефлексы, реакции, ты живешь в этом аду, я уже просто все это прошел, вы знаете, я тоже думал, ой, все, буду, как там протестанты некоторые, болеть не буду, там, да, стану святым, святым, да, стану веганом, и, да, все животные меня будут любить, как и Свинтуру в фильме, да, нет, оказалось, меня так же грызут мухи, комары, меня так же лают собаки, да, желают броситься, казалось бы, веган, ты сейчас ее прям, да, она чувствует, твоя любовь, нифига она не чувствует, с ней может бес вообще сидит, может это грешник там, перевоплощенный, может в нее вселился бес, в животных, точно так же, как и в людей, тоже все это не чуждо, особенно вот этим высшим млекопитающим, таким же, как мы по многим параметрам похоже, вот, это все очень важно, так что вот так вот, никто тебе не покоряется, как выяснилось, да, ко мне тут птички не слетают, я тут сел, я говорю, как и Свинтура в фильме, тут все, меня облепили, белочки набежали, кролики, нет, ничего такого не происходит, никто из леса не бежит, да, где ими вегану христа любят, с которыми их не обидят, нет, такого не происходит, змеи тут сразу все со мной дружить будут, нет, нет, она встает в позу, гадюкает и шипит на меня, и предупреждает, не вздумай, сделает ко мне еще шаг, я тебя ужалю, вот так вот, хотя я с ней ласково, по-хорошему разговариваю, хотел бы ее погладить бы, и не обидел бы ее, она этого не понимает, вот и все, поэтому вот такие вот, такой вот мой ответ, как я вам сказал, запишу еще даже ролики, по поводу крупных млекопитающих, я эту тему, может, немножко не подытожил, сказал, в принципе, все равно мы должны стараться создавать условия, это я вот буду в следующем ролике говорить, что вот по поводу там, любят такие тоже вопросы, ну а вот если там, да, собака нападет, волк, что ты там, а у тебя там жена, дети, друзья, да ты сам что-то, не будешь как защищаться, там еще что-то, ну вот, вот на такие вопросы я еще отвечу в следующих видео, вот, в принципе, насчет людей, это я как бы отвечал, я иногда сам просто забываю, уж прям, я не могу, я хоть и говорю, что я почти каждый свой ролик помню, но это, конечно, так тоже фразы, действительно, это не может, соответственно, в действительности, не могу и все ролики упомнить, что я в каком говорил, раскрывал, или я темы, поэтому, действительно, все уже-уже иногда пишу, чтобы действительно, даже по названию просто можно было найти, хотя где-то я мог эту тему говорить, но в другом, все-таки при другом вопросе, и по названию, по значку я не могу узнать, что там я и эту тему еще касался, вот, я там буду основную мысль тоже тянуть, особенно с крупными, ведь это уже не такие частые случаи, это и крупных животных меньше, да, потому что там популяция по-другому идет, это не сотни миллионов комаров, вот, нападения очень редкие, действительно, чтобы на тебя не было нападения, это я и про людей буду говорить, а вот, если алкаш нападет, я говорю, слушай, ну алкаши дерутся каждый день, но они дерутся где, когда ты в кабаке, с ними тусуешься, я перестал ходить по кабакам, ты перестал провоцировать эти ситуации, кто может там, а вот что ты там, защищаться не будешь, да, вот, а ты не ходи в такие компании, ты в лес просто так тоже не ходить, а что там делать, там территория, да, как говорят, дикой природы, может туда просто так тусоваться и не стоит, что ты там забыл-то, мы очень часто провоцируем такие ситуации, вот я почему про это все сказал, в идеале конечно и дом что-то, что ты можешь исправить, люди придумали, мы можем эти москитные сетки поставить, это надо делать, это показатель чего, показатель того, что человек пытается все сделать, пытается все сделать, он не хочет этого, это очень важно, это не для кого-то он причем делает, для себя, потому что действительно никакого удовольствия, я страдаю, я переживаю, внутрь меня все равно переживаю, я вот как Павел сказал, стенаю, страдаю и мучаюсь, что мы живем в таком мире, что это слепень меня грызет, я вот его только что шлепнул, я мечтаю попасть в небесное царство, где всего этого ада не будет, потому что я люблю, я никому вреда никогда не сделаю, вот оно небесное царство, все, почему нельзя сравнивать жертвенную любовь к людям, там вот как Иисус скажете, вот он терпел и нам велел, есть такая пословица, слушайте, слепень от того, что я его не треснул, не оценит моей жертвенной любви, не оценит, точно так же, как он как раз следует своим инстинктам, то я следую своим рефлексам, все, ни у кого из нас друг на друга, он это делает не из-за зла, и я это делаю не из-за зла, вот разница, и когда Иисус приносил себя в жертву, отдав там, отдав на избиение, на распятие, на все это, убийство себя, да, это изменило жизнь многих, в том числе и мою, это очень важно, эта жертва была не бесполезной, не бессмысленной, а с великим смыслом, даже ради меня одного, вот так вот, поэтому, вот почему я говорю, что здесь вы это все понимали, вот и все, как видите, я говорю со спокойным сердцем, открыто, вот, это действительно, да, и как Эру, тоже я по-моему не докончил, у Эды Винтерса была такая мысль, при каждом там этом оправдании, ну я свой, свой переначал формат серии, не веган, потому что у него был 30 дней 30 оправданий, что даже если там кто-то кого-то убивает, там, да, там были вопросы, ну вот, а хищники убивает, значит и нам можно, да, он говорит, если даже хищники убить, даже, ну там разный аргумент, всегда здравый приводит, вот, и так по любому вопросу, это не говорит, что ты должен, это тебе не дает никакого морального права, здесь то же самое, вот и все, поэтому даже если мы когда-то убиваем комара, слепня, каким-то образом на кого-то наступаем, случайно, или что-то, это никак не дает мне ни морального права, это никак не веганы не должно, это никак моральное право не дает труппожору, Творить все остальные беззакония относительно животных. И это никак, тем более, не должно смущать вегана. Слушайте, веган отказался от полного истребления и эксплуатации живых существ. Это их убийство ради пожирания их трупов. Это от эксплуатации ради пожирания продуктов от них, происходящих там все эти молоко, яиц и т.д. и т.п. Это против всех зоопарков, цирков, всех вот этих вот, все это дребедения, да, и всего этого ада для животных. Он против там медицинских опытов, да. Будет у меня еще следующий ролик, опять вот этого косвенного участия тоже. Он сам против, он говорит, уберите это, мне это не надо, я не хочу пользоваться этими продуктами. Может он случайно и пользуется, но он говорит, я бы не хотел, уберите. Я против того, чтобы на животных проводили эксперименты, все это испытания и т.д. И т.д. и т.д. и т.д. Веган сколько всего, ради одежды из животных или продуктов их происхождения и прочее, прочее, до бесконечности можно перечислять. Это все, что связано с убийством, я кратко все говорю, или эксплуатацией животных. Ради либо самой их плоти, либо продуктов от них происходящих, без их смерти, но эксплуатации. Вот и все. Это уже веганский мир, это райский мир, это мир Царства Небесного, куда попадет веган, потому что такой мир создал в своем сердце, в своей душе. Этот мир обязательно его встретит после этой временной жизни, потому что он его создал собственными руками, собственной жизнью, собственными делами. Как и Бог сказал Петру, все, что свяжешь на земле, все будет связано. Все, что нарисуешь, все, что изобразишь, все, что создашь на земле вокруг себя, будет создано на небе для тебя. Это и есть твой мир. Поэтому там хватит животных и без комаров, это образно говоря. Все те же самые комары там будут, только они никому вреда никто делать не будут. Они будут собирать нектарчик и прочие-прочие вещи. Заметьте, есть пчелки, нектар собирают, есть и жало, но они сами на человека не нападают. То есть мы страдаем от этого. Все эти так называемые насекомые, типа бесов, типа падших ангелов. Вот и все. Поэтому, ну даже их, вот я вам сказал, рассказал свои дела, свои мысли, как я к ним отношусь, как к падшим ангелам. С любовью. Да. Если есть возможность, а она есть, я и им стараюсь не делать вреда. Когда мне уже жуткую боль причиняют, мне срабатывают рефлексы, и честно, у меня нет желания их подавлять, так скажем, я и говорю. Потому что подавятся тогда все. Ты тогда перестанешь отдергиваться от горячей сковородки и, скорее всего, сдохнешь через пару дней. Потому что у нас вся жизнь в этих каких-то случаях, ты перестанешь реагировать, уберешь свой слух. Потому что мы либо слышим, либо чувствуем. Все это очень важно. Вот так вот. Поэтому от этого, знаете, в общем, я уже все сказал. Ваше царство небесное, веганское, ни хуже не станет. Вот и все. Поэтому это очень важно. И еще раз я вам сказал, грех есть один, причине кому-либо сознательного вреда, и он на вас будет что-нибудь потеметь. Ведь в царстве небесном, в вратах, грехи будут ваши стоять от тех, кто будет на вас что-то иметь. Но если вы верите, что насекомое сознательно причиняет вам вред и будет на вас, как написано, взывать к Богу, кровь Авелева пьет к Богу, я не верю, что кровь насекомого, что у него есть вообще душа, и она будет взывать к Богу об этом общении. И вот пока ты не покаешься перед ним, не войдешь в небесное царство. Он это делает, насекомое делает инстинктивно, да. Это по сути такие средние между растением и этим, да. Они это делают просто инстинктивно. Те же сам мышки же ничего не делают человеку, даже не кусают его. Ну не знаю, муж есть, но меня никогда мышь не кусала, тем более ты к ней не лезешь. Потому что она как раз веганка, да, или как они там называют. Ну они, в принципе, там тоже мало происходящего. Ну короче, вот так вот. Короче, я все сказал. Такие вот эти. Поэтому у меня тут нет. Конечно, печаль одна. Видите, даже хочется ролик на положительный моменте закончить. А все равно это происходит. Поэтому что тут остается сказать? Только печаль. Вот печаль, что действительно. И то, я говорю, вот опять же цель, знаете, я не против совершенства. То есть кто-то мне скажет, что вот он вообще все себе табу положил, действительно способен никогда и не бывает у него. И он себя настолько сделал совершенным, что вот он даже у него рука не летит. Ну, пишите в комментариях. Я буду рад такому человеку познакомиться. И, может, он что-то расскажет, как он добился. Просто силой воли. Да, при этом отдергивается от сковородки. Я не знаю. Вот так вот поэтому. Ну а мне приходится только, по крайней мере, пока просто горевать, что мы действительно в этом году живем. Вот и все. И все равно я стараюсь меняться. Я говорю, я лишний раз. Лишний раз даже на мне сидит. В принципе, я и смахиваю еще. Но когда их по 20 штук одолевает, бывает, приходится их разгонять. Одного-двух шлепнешь, вроде другие сваливают. Вот так происходит. Ну а что? Ну не знаю. Если у вас по-другому, скажите. После этого кто-то обо мне изменит мнение. Видите, как я переживаю. Но я опять же не за мнение переживаю, я имею в виду, а что я переживаю себя за свою святость. Я как раз хочу быть совершенным. А хочу быть и делать даже не в хочу. Это мое желание, это моя любовь. Вот. И она должна либо соответствовать делам, или нет. Она, говорю, соответствует. У меня соответствует. Потому что, грубо говоря, я... Да. Я даже за это переживаю, действительно. И хотел бы, чтобы этого не было. И стараюсь максимум этого не делать. Ну вот такое вот видео. Все, что касается веганства, на моем канале вы сможете найти в разделе веганства. Сколько я тут уже плейлистов, видите? Раз, два, три, девять. Девять плейлистов. Шесть. И еще четыре. Десять. Десять плейлистов получилось разных. Немножко разделил. Здесь и фильмы, и веган по сердцу, и не веган потому что. Тот известный мой уже кому-то плейлист записал. Веган во Христе, где в свободе слова я говорю об этом. Веган по Библии, где все места. Хищники, домашние животные, охота, цирки. Веган не есть продукты, мясо, рыба, молоко. Но все, что связано с продуктами. Там веган по здоровью, зож питание. Вегетарианство или веганство такая тема. Ну и стихи, песни, сказки, цитаты о веганстве. Все вот такое. Ну там шорцы в основном. Кому интересно, на канале все это найдете. У меня все. Тому, кто написал мне этот вопрос, спасибо. Вот я на него ответил. Ну уж там все делайте свои выводы. Ставьте себе планку. Лучше ставить недостижимую планку и дотянуться хоть до чего-то. Поэтому всем вам желаю достигнуть совершенства в любви. Кому нравятся мои ролики, ставьте лайки. Они помогают продвижению этого видео и всего контента на канале. Подписывайтесь на сам канал, кто не подписан. Жмите на колокольчик. Уведомления о новых видео вам будут приходить. Пишите комментарии. Я все читаю. Задавайте вопросы, на какие я могу, способен, имею желание и вдохновение. Я отвечаю. Стараюсь максимально объемно и полезно и назидательно. Ну если есть возможность, и отрадно. Чтобы было радостно после ответа. Это у меня все. Всем желаю всякого блага. До встречи в новых видео.